Субтитры подогнал «Симон» 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 Дело в том, что человек, который встает на путь преданности, на путь, чтобы идти к Богу, встречается со многими трудностями. Одной из трудностей, например, является неправильный менеджмент в религиозных организациях. Очень интересно, потому что многие люди не могут пройти через эти трудности. Когда они видят несовершенство в управлении религиозной организации, в церквях, в храмах, в мечетях, они отвергают все и говорят, что мы тогда вообще ничего делать не будем, и уходят. Это одно из препятствий на пути преданного служения. Казалось бы, наоборот, духовная жизнь человека не должна зависеть от решений или поступков одного человека какого-то в религиозной организации. Так, например, если мы будем строить нашу жизнь, основываясь на президенте храма, то это глупо, основывать нашу духовную жизнь на одном человеке, на одном президенте. Во-первых, президентов много, храмов много. Куда бы мы ни пошли, в Ярославле храм есть, в Москве храм есть, в Новгороде, по-моему, храм есть, ну не знаю, был, по крайней мере. В Вологде есть храм, в Нью-Йорке есть храм. Куда мы ни пойдем, в каждом городе почти, пока еще не деревня, но в каждом городе есть храм, а в некоторых даже понесколько. Поэтому это принципиальная опасность ставить свою жизнь, духовную жизнь в зависимости от решений, поступков, мнений даже одного человека, даже президента или какого-нибудь другого преданного. А почему я об этом говорю? С одной стороны, наоборот, нужно сотрудничать с президентом, потому что сотрудничать как можно лучше. Потому что даже если у руководства преданного, стоящего во главе какой-нибудь проекта или храма, или там целой какой-нибудь там общины, может что-то не получаться, просто благодаря сотрудничеству одного единственного преданного у него может получиться все. Даже если он что-то делает несовершенным образом, просто если один человек придет и споет совершенным образом киртон на несовершенной программе, то программа удастся. Или, например, какая-нибудь хорошая лекция, она может вытащить всю программу, правильно? Или просад, например. Если лекция плохая, там, не очень вдохновляющая и так далее, то просад, он, по крайней мере, всех вдохновит, и все равно все придут на следующий просад. Видите, поэтому просто служение, даже если человек просто выполняет служение в Исконе как повар, готовя подношения для Кришны, то таким образом он совершает огромное служение, вдохновляя сотни и, может быть, иногда тысячи преданных. Вот почему важно не зацикливаться на уровне менеджмента или уровне каких-то таких вот личных поступков преданных и так далее. Но тогда встает вопрос, а на чем зацикливаться, на чем мы должны основывать свою жизнь? И, как следует из нашего сегодняшнего названия, нашего семинара, один из фундаментальных принципов, на чем преданный должен зацикливаться, и на чем вообще весь наше общество построено, это на предание указаниям и наставлениям его божественной милости Шилапраупады. Интенданты с вами Шилапраупады. Шилапраупада является основателем ачарии нашего общества, основателем ачарии Искон. Что это значит? Это значит, что он основал это движение, он дал основополагающие принципы этого движения, более того, он дал основополагающие принципы духовной жизни. Он дал нам основополагающие принципы духовной практики, очень важные, да? То есть иногда люди могут прийти и сказать, а вот то-то говорит так-то, а вот то-то делает то-то, да? И нам вообще по большому счету, ну так грубо говоря, по барабану, кто там что делает в этом мире. Тут 6 миллиардов населения, правильно? И каждый что-то делает. Если мы будем обращать внимание на то, что кто что делает, то мы никуда не придем в своей духовной жизни. Понимаете? Поэтому в духовной жизни важно ставить во внимание именно принципы, которые положила основу Шила Праупада. Мы присоединились к этому движению, чтобы достичь духовного совершенства в этой жизни. Большого совершенства или маленького, это уже посмотрим. Но какого-то совершенства мы должны достичь, и у нас есть все шансы. И мы его достигаем именно потому, что мы следуем принципам, которые дал нам Шила Праупада. Принцип Ачарья значит тот, кто дает духовные знания согласно месту, времени и обстоятельствам. Ачарья значит очень опытный человек, уполномоченный Кришной, чтобы дать принципы, приводящие людей к духовному совершенствованию. Понимаете? То есть зачастую люди говорят всякие вещи, они даже не подразумевают, что будет какое-то духовное совершенство, просто они говорят какие-то вещи. Понимаете? Просто они говорят что-то, что-то им кажется правильно или неправильно, даже не задумываясь, а приведет это человек, который слушает к духовному совершенству или нет. Тогда Шила Праупада, как истинная Ачарья, просто думала, как сделать людей совершенными. Это указывает на освобожденных личностей. Люди, которые освобождены от груза своей кармы, прошлой кармы, начинают думать о благе других. Когда вы уже освобождены, то вы начинаете думать о том, как освободить других. Но пока вы еще сами не освобождены, вы можете хорошим человеком быть, помочь, как если вы в тюрьме, да? Вы сидите в тюрьме, и как вы можете думать о том, чтобы освободить других? Ну, можете сказать, ну, ты мне, я тебе, ты мне тут подмети, я тебе там в верхнюю полку дам или еще как-нибудь там рядом с собой, да? Но освободить невозможно. Но когда человек сам освобожден, он думает о том, как освободить других. Поэтому этот принцип сейчас вышла к ней, Гаравиндра Свару по праву. Который называется «Основатель Ачарья Шилапрапада», «Основатель Ачарья Искон», по-моему, так это называется примерно. И там он как раз описывает очень подробно, очень так научным образом, что значит Ачарья, что значит основатель Ачарья, да? Поэтому в нашем обществе, если человек не прибегает к авторитету правопаду в своей духовной жизни, если он не прибегает к прибежищу, не ищет прибежищу лодственных стоп Шилапрапрапада, то его духовная жизнь будет очень незначительной. Это значит, он будет прибегать к прибежищу тех, кто не является уполномоченными представителями Кришны или Шилапрапапада. И как понять, если человек уполномочен, представитель Кришны или Шилапрапапады? Он будет говорить про Кришну, про Шилапрапападу. А человек, который не предан Богу, он не будет говорить про Бога. Он будет говорить про все, что угодно, но не про Бога. Это первый признак. Шилапрапапада приводил такой пример, что безумца очень трудно понять, если он хорошо одет, что он дурак, да? Дурака, если он хорошо одет. Но как только он начнет говорить, сразу можно понять. Поэтому тот, у кого есть преданность Всевышнему, как только он начнет говорить, в конечном счете все равно все закончится Всевышним. Даже если такой преданный встретится с красивой женщиной, кончится все проповедью, она станет предной. Понимаете? А если непредный встретится, он может начать говорить о сознании Кришны, он может встретиться с матажей преданной и кончится все некришной. Понимаете? Поэтому первый признак того, что да, Это дух, это настроение, которое дал Шила Прабхупада людям, это дух важности духовной жизни, дух преданности Кришне, который имел Шила Прабхупада, дух некого такого бескомпромиссности, он будет передаваться от этих преданных, которые преданы Шила Прабхупада. Вы почувствуете, вы придете и почувствуете, что да, несмотря ни на что, да, столько обстоятельств, и все равно я должен предаться Кришне, я должен предаться Кришне. Этот человек сразу почувствует, понимаете? Иначе это будет все вот такое вот, что вокруг да около, но в конечном счете, что предаваться Богу не надо. И жизнь закончится, вот так же человек умрет, потом снова родится, может быть, то же самое будет продолжаться. Поэтому это важнейший принцип, да, у кого человек принимает прибежище, чьи принципы он исповедует. Потому что много святых в Индии, но таких, как Шила Прабхупада, как говорят его ученики, мы никогда не видели. Мы видели столько садху, но один ученик, он поехал в Индию, он сказал, что я думал, что много таких святых, как Шила Прабхупада в Индии, но когда он был там, он был разочарован, потому что он не увидел ни одного такого, как Шила Прабхупада. Он об этом писал. Вот что значит основатель Ачария Искон, да, основатель Ачария, что он передает свое настроение поклонения Богу. Иначе мантры, они в принципе одинаковы в разных институтах, в разных религиозных движениях. Принцип поклонения Богу, все поклоняются Кришне, ящи три сампродаи. Но настроение Шила Прабхупада совершенно уникальное, совершенно особое. Следовать Шила Прабхупаде, стать последователем Шила Прабхупада, это совершенно особое. И на самом деле тот, кто приходит, присоединяется к нашему движению, значит, что он становится последователем Шила Прабхупада. Он начинает пытаться следовать его примеру, его примеру предности Богу, его примеру практики предности Богу. Так, например, Шила Прабхупада пел Киртан, и мы тоже начинаем петь Киртан на улицах и везде. Но Ачария Прабакар, первый ученик Шилопопада, который был еще в Джансе, он как-то вспоминал, что они проводили какие-то программы, а потом ездили на выездную из Сан-Киртену в соседние деревни. Иногда они ездили вдвоем. Шилопопада играл на мриданге, а он играл на караталах. А иногда они ездили по одиночке. То есть только один Шилопопада ездил. Он приезжал, делал Киртен и возвращался. А, например, это просто пример преданности Шилопопада Киртену, потому что Киртену никогда не останавливался, он всегда пел, всегда был готов распространять сознание Кришны. И, как я рассказывал недавно на Намахате эту историю, недавно Матаджи давала лекцию в Майпуре, и она рассказала, как они получили посвящение у Шилопопады, что они присоединились в каком-то там храме. Ее мама, которая была из баптистской церкви, они были афроамериканцы, она прочитала книги Шилопопады и решила полностью предаться. И так у них не получилось в этом храме, где они решили полностью предаться. Но они предались про упадь, и то они поехали, по-моему, в Даллас или куда-то там. И они приехали и сказали, мы хотим полностью предаться, но им сказали, ну, храму уже сказали, что это ребята очень проблематичные, поэтому не надо. И президент храма сказал, что, ну, давайте на одну ночь оставайтесь, потом нет. Потому что Шилопопада завтра приезжает, и они сказали, Шилопопада приезжает. Мы готовы остаться, мы хоть на крыше будем ночевать, но мы остаемся до Шилопопада. И на следующий день действительно Провопада приехал, и ее мама пришла к Шилопопаде, на Дашин попала, тогда это было легко. И она сказала, Шилопопада, мы хотим все предаться, хотим получить посвящение. И Провопада сказал, кто мы? И она сказала, муж, я и мои двое детей. И Провопада сказал, хорошо. Президент храма сказал, но мы даже их не знаем, кто они такие, они вообще недавно только. И Провопада сказал, хорошо. И потом они получили посвящение, стали очень-очень серьезными, преданными, служили очень много. И там был в зале, когда лекция закончилась, в зале был один преданный, и он сказал, поднял руку и сказал, я был в этом храме, и мы пришли к Шилопопаде, и сказали, ну, почему вы им даете посвящение? Но теперь я вижу, что Провопада был 100% прав. Снова я вижу, что Провопада был 100% прав. И эта мата же, отвечая на вопросы, она же заплакала потом, она сказала, что Шилопопада, как только он видел духовную искру, он пытался раздуть ее в человеке. То есть такой личностный подход, да? Не системный подход, когда вы говорите, о, вы не прошли два года, там и так далее. А личностный подход учитель видит, и он пытается раздуть. Это уникальное движение, ту любовь, которую Шилопопада передал людям, она до сих пор передается через учеников, учеников, учеников и так далее. Это движение. Поэтому в нашем движении, несмотря ни на что, нужно всегда предаваться духу Шилопопада, наставлениям Шилопопады, и принять Шилопопаду как основного духовного наставника, Шик-Шигуру. В нашем движении, еще один момент очень важный, мы все являемся последователями Шилопопада, вне зависимости от того, кто где получил инициацию, от кого получил инициацию. Инициации, нет разницы в инициации, все те же самые мантры получают. Те же самые имена только различаются, мантры все те же одинаковые. Нет разницы, какой из духовных учителей даст кому какое посвящение. Задача духовного учителя – объяснить наставление, которое он понял, наставление Шилопопады своему ученику. Научить своего ученика следовать наставлениям Шилопопады. Научить своего ученика духовному пути, который объяснял Шилопопада, привести его к Шилопопаде. Это задача гуру. Задача гуру заключается именно в том, чтобы человек стал Прабупада-нугой, то есть последователь Шилопопада на 100%, и на 100% принял этот чистый дух преданности. Это главная задача духовного наставника, духовного учителя, духовного куратора и так далее. То есть если куратор думает, что мне надо побольше последователей, то это не дух служения по рампоре. У Шилопопады у самого не было никогда духа самого, как сказать, ставить себя на первое место. Он часто говорил, что успех в этом движении достигнут только благодаря тому, что вы сотрудничали со мной. Был дух сотрудничества, дух взаимодействия, дух помощи, дух бескорыстного служения Шилопопаде. Шилопопада же в свою очередь исполнял наказ своего духовного учителя. Понимаете? Вот это преемственность, это парампора, когда твой гуру говорит, еще Шилопопада еще раз потом как-то написал письмо, Баксинан Сарасвати Токуру в 1933 году, по-моему, или в каком-то там году, буквально за короткое время до ухода Баксинан Сарасвати. Дорогой духовный учитель, пожалуйста, подскажите мне, как я могу служить вам? Баксинан Сарасвати Токуру ответил, мне кажется, что ты сделаешь, а, ты обретешь, он так написал, интересно, что если ты будешь проповедовать на английском, то огромное благо получишь и ты, и твои последователи. Баксинан Сарасвати Токуру уже знал, что у него будет последователь, и что все они получат благо, если будут проповедовать на английском. Ну, мы не знаем английского, но если мы будем проповедовать то же самое послание на русском, то это успех. Задача проповедника заключается в том, учителя заключается в том, чтобы передавать послание без изменений. То, как мы получили вот Шилопопада. Шилопопада часто говорил, ничего не надо менять. Это важный момент, ничего не надо менять. Мы должны давать послание согласно месту, временем и устоятельствам, не меняя главных принципов. Поэтому, неважно, от кого человек получает посвящение, у какого ващнава. Это посвящение все равно происходит по милости у Шилопопады, по указанию Шилопопады, полномочиями Шилопопады. И, в конечном счете, все становятся последователем Шилопопады в этом движении. Иначе это превратится в очередные матхи и будет какими-то там небольшими такими группами, где есть какие-то ачарьи, вокруг них там ученики, потом ачарьи уходит, появляется кто-то. И Шилопопада очень критиковал на самом деле этот бизнес, что начало происходить в Гауди-матх, когда там стали появляться ачарьи, потом они падали, потом пришел другой, они назначили, потом он убежал там с какой-то женщиной, потом еще появился ачарьи и так далее. Потом вообще все развалилось на мелкие части, потому что люди не могли. Здесь все являются последовательностью Шилопопады. Неважно, кто от кого получал посвящение. Посвящение передается милостью Шилопопады. Как сейчас Радонат Махараш давал посвящение Бадринарая Неправу, Санясу давал Санясу, и он сказал, «И не Неймов Праупад, от имени Праупада я даю тебе Санясу». Интересно. Я так удивился, когда слушал. От имени Праупада я даю тебе Санясу. Вот. То есть это важный принцип. Этот момент понятен? Вопросы есть в этой связи? Дополнение, говорю, еще я про вас. Хотите, можете что-то сказать? Значит, если Шилопопада является нашим духовным членом, значит, свое сознание наше святимое. Шилопопада является Шикшигуруном, Шикшигуру. Его полномочиями, от его имени, полномочиями его приказом. Предные выступают в роли духовного наставника. Даже будучи последователем Шилопопады, так как наставления Шилопопады очень широки, нам все равно нужно духовное наставничество. И посвящение. Поэтому принимаем посвящение от представителей Шилопопады. И принимаем его руководство. Принимаем посвящение, руководство. Но главный смысл, главное руководство, главное в чем? Заключается в том, что он принимает Шикшу или наставление, которое дал Шилопопады. Духовный наставник, духовный учитель объясняет, что значит служить Кришне, как это делал Шилопопада и так далее. Но Шилопопада, да, является основным шикши-гуру в Искон, да, основным источником наставлений. Мы изучаем, допустим, мы сейчас читаем Гиту, и мы не изучаем писание Вишванат Чакараварти Текура или других, хотя Шива Прабхата все сделал, но все равно мы изучаем его комментарии. Мы изучаем его комментарии в Багу, там, в Гите, в менеджменте, в GBC, согласно, весь Искон устроен согласно его наставлениям. Поэтому, да, он является основным шикши-гуру. Когда мы поем арати шри-гуру чара-на-падма во всем Исконе, если пойдете в нормальных храмах, стандартных, да, которые не проводишь в таких центрах, где нету, фактически, таких стандартных программ, а вот в нормальном храме, где проводятся утренние вечерние арати, люди приходят, то мы поем гуру-пуджу, да, гуру-арати проводим. Шри-гуру чара-на-падма ке-ва-ла-бакати садма. Мы поем, кому мы поем? Мы поем шри-праупати. Вот шри-гуру чара-на-падма ке-ва-ла-бакати садма. Мы поем его, принимая его как парам, как главного шикши-гуру Искона. Это очень важное понятие. Поем, понятие? Это немножко момент, на самом деле, это момент очень сложный для понимания. Если предный сможет понять это, то его прогресс будет очень-очень сильным в предном служении, в движении. Очень сильным. Потому что, допустим, иногда мы принимаем посвящение у кого-то, и этот предный не может потом выполнять роль гуру по разным причинам. Это очень опасно быть гуру на самом деле. Быть ачарей очень опасно, очень трудно, очень много препятствий, очень много опасностей возникает духовных. Иногда предный не может выполнять. Это не значит, теперь мы должны следовать за ним. Если он в мае пошел, то и мы за ним идем в мае. Нет. Мы принимали у него прибежище, как у представителей Шилы Прабхупады. Мы принимали его лидерство в духе последований Шилы Прабхупады, что он научит. Но когда он не стал, мы уже все знаем, мы выучили, мы идем дальше. Мы шикши ученики Шилы Прабхупады. Мы принимаем прибежище у него. И весь принцип практики в нашем обществе построен на этом. Мы встаем рано утром и поем шигуру самсара давана лали далока, потом мы поем пранамуш или прабхупады. Всегда мы поем пранаму. Все мы начинаем с пранамуш или прабхупады. И так далее. То есть на этом все построено, весь искон. Поэтому одним из важнейших принципов духовной практики, которую мы делаем каждый день, то есть если человек хочет достичь духовного совершенства, это необходимо поклоняться основателю Ачарии, Ачарии и Скум, Шилы Прабхупаде. Это очень-очень важно. Поэтому один из основных принципов не только читать 16 кругов и читать книги, но также и выворожать свое почтение Шилы Прабхупаде в форме гуруаштыки, гуруанданы, гуруаштыки и так далее. Шилы Прабхупада создал для нас эту систему. То есть мы встаем рано утром, мы поем гуруаштыку, да? Самсара давана лали далока, траная каруння ганаганатвам. То есть мы поем «Ван де гуруашри чаранара виндам, я склонюсь к почтению к лосным стопам духовного учителя». Эта молитва значит наших инициирующих духовного учителя и Шилы Прабхупаду также. Но когда мы поем гуру пуджу, это непосредственно предназначено для Шилы Прабхупады. Поэтому если мы хотим испытывать вдохновение, испытывать постоянную силу в преданном служении, очень важно выражать свое почтение основателю Ачарии Исколы, Шиле Прабхупаде. То есть это очень важная часть нашей сады, нашей духовной практики. Преданность гуру является фундаментальным принципом духовной жизни. Великие души объявляют, что через преданность гуру и Кришне достигается духовное совершенство. Поэтому если преданность Шиле Прабхупаде исчезает, то не достигнут духовного совершенства. Понимаешь? Понятно, да? Вот почему мы поем. Чтобы это преданность, чтобы дух присутствия Шиле Прабхупады никогда не исчезал. Поэтому мы поем гуру Аштуку, гуру Вандану и так далее. Более того, у нас есть изображение Шиле Прабхупады в других местах, даже есть мурти. Иногда мурти настолько реалистично сделаны. Я помню, в Кении там сделали, там был как раз синтеннил, столетие Шиле Прабхупады, и там сделали библиотеку, там книги в Шиле Прабхупаде были. У меня было такое чувство необычное, потому что мы когда служил на алтаре, одевал там Кришну, Радхарани, и мы слушали всегда лекцию Шиле Прабхупады. Потом я читал джапу в комнатке Шиле Прабхупады, мы слушали кассеты Шиле Прабхупады, видео Шиле Прабхупады смотрели, книги читали с комментариями Шиле Прабхупады. Потом в один прекрасный момент ты ловишь себя на мысль, что ты как ученик Шиле Прабхупады, что Шиле Прабхупады просто уехал, скоро приедет в храм, такое чувство возникает совершенно спонтанно. Притом оно возникает у всех. Люди действительно чувствуют связь с Шиле Прабхупадой. Уникальная вещь. Это очень уникальная вещь. И один человек пришел, и мы сказали, пойдемте мы к Шиле Прабхупаде вас отвезем. Ну, все уже привыкли к Шиле Прабхупаде, а он не знал. И он зашел в эту комнату, поклонился там, думал, что Шиле Прабхупада там сидит, и так раз, руку продает, дает руку так, о, ой. Вдруг видит, что это Мурти сидит там, знаете, такой, ну, Мурти с пишущей, да, Шиле Прабхупады, который пишет. Вот был такой эффект, ой. А когда еще старый храм был, там был вот одной из первых Мурти, которые сделали Брахмананда Свами, когда началась система зональных отчаяниев, он взял это Мурти и взял сандалии, которые подарил Шиле Прабхупаде. Это были серебряные, такой, деревяшки, покрытые серебром, с таким, ну, с такой, как бы, для одного пальца, да, для бляшка. И они такие позолоченные были. И Шиле Прабхупаде, он дал Шиле Прабхупаде, эти сандали, вот, йоговские такие. И Шиле Прабхупаде так одел и пошел. Да, он подумал, что это подарок. Вот Брахмананского Свами сказал, Шиле Прабхупаде, Шиле Прабхупада, это типа для храма. Прабхупад сказал, а, ну ладно, вышел из них и пошел дальше, не привязываясь. Вот эти сандали там, одно из первых муртий, когда оно было в старом храме, когда грабители пришли в храм, они так всех посмотрят, смотрят на Шиле Прабхупаду. Ему говорят, ложись. А Муртий, он не ложится, он сидит, да. Вот, Шиле Прабхупада сидит, такой, с мешочком. И они ему сказали, ложись. Потом смотрят, ничего не могут понять. Потом взяли ему шапку. Он в шапке там, была зима, взяли шапку, надели, чтобы он не смотрел. Там взяли ящик с пожертвованиями. То есть присутствие иногда Шиле Прабхупады просто ощущается преданными. Вот поэтому это, ну как сказать, такой важный момент в духовной практике. Я бы сказал, очень важный. Очень важный. Это фундамент искон. И вначале, когда мы присоединились, а это действительно движение Шиле Прабхупады. Мы приходили, было видео Шиле Прабхупады, был дух Шиле Прабхупады полностью. И эта преданность была абсолютной такой. Не было даже какого-то вопроса там. Твой, мой и так далее. Так, главное, что... Еще момент то, что Шиле Прабхупада главный шик шигуру, да. То есть он является в конечном счете наставлением, которое дает Шиле Прабхупада. Его руководство посадо не является главными как бы вещами. Дело в том, что очень важно понять разницу между, как здесь Шиле Прабхупада пишет в комментарии про гуру, между измышлениями, основанными на книгах, и видением истины. Есть принципиальная разность. То есть вы можете думать, что это так, но это может быть не так. Как сказал один раз один ученик, последующий ученик Шиле Прабхупады, он сказал, что Шиле Прабхупад не говорил, может быть, будет, не будет. Он всегда говорил четко, так. Веды говорят, так, значит мы принимаем. Одна из вещей, что Шиле Прабхупада является действительно источником этого видения. Потому что, если мы не подтверждаем свои слова авторитетом, как Горгавина Махараш говорил, что ващна всегда подтверждает свои слова авторитетом. У нас это сейчас сложно, мы не цитируем практически никого. Но Шиле Прабхупада является этим источником духовного понимания, то есть этим авторитетом в духовных вопросах. Если вопрос встает, сколько читать кругов надо? То мы говорим минимум 16. Мы не говорим минимум 8, минимум 9. Кто-то может сказать минимум 4. В каких-то матхах там, допустим, говорят, можно 4 читать. Дадим вам посвящение. Но если кто-то хочет, он может отправляться в матхи. Нам до них дела вообще нет. Нам Шиле Прабхупад сказал, читать 16 кругов. И он сказал, если будете читать 16 кругов каждый день, читать книги и следовать всем регулирующим принципам, вы вернетесь домой и обратно к Богу. Это поразительная вещь. Более того, Шиле Прабхупады сам может прийти за таким человеком. Как описывалась история, когда Шиле Прабхупады сказал, что тот, кто откроет храм в Японии, я сам заберу его. И один преданность так случилось, что он поехал туда и стал открывать храм, но потом он что-то попытался, что-то открыл, но неизвестно, сколько долго это просуществовало, но потом он умирал от рака и умер. И его мама пришла в храм и сказала, я хочу вам рассказать историю, может быть, вам будет это интересно. Примерно такая история была. И в последние минуты своей жизни он уже умирал, лежал на этом самом... И он сел и вдруг сказал, о, Шиле Прабхупада, вы пришли. И оставил тело и умер. То есть такие вещи. То есть вот этот источник знания, есть разница между спекуляциями. Мы можем почитать книги, мы не знаем, Кришна примет это, не примет. Но если Шиле Прабхупада сказал, что Кришна примет, значит мы принимаем эти вещи. В этом отношении есть абсолютная уверенность. Если Шиле Прабхупада уполномочил нас что-то делать, то мы полностью принимаем это. Потому что, допустим, как если вы получаете второе посвящение, вы брахман или вы не брахман. Там тысячи кастовых Госвами скажут, да вы не брахман, вы млечко и так далее. Но Шиле Прабхупада сказал, не так давно был спор, пускать западных вайшнавов в храм Джаганадхи или не пускать. Они же вайшнавы, мы же индусы, ну, как бы, по ее восповеданию официальному. И пригласили одного такого пандита с Джаганадхапури. И когда его спросили мнение, он сказал, вы знаете, меня вот тут в Америке пригласили в дом одного западного вайшнава, у него божество Джаганадхи. Они встают рано утром, читают мантры. Все, что они едят, они предлагают своим божествам Джаганадхи. Потом посмотрел на местных брахм и сказал, а теперь скажите мне, кто из вас ест только то, что предложено Джаганадхи? Ну, они не согласились все равно отпускать западных вайшнав, решили подождать. То есть, вот это источник авторитетности в Искон. Не важно, кто что говорит, важно, что по этому поводу говорит Шила Прабхупада. И иногда встают вопросы какие-то, мы не знаем, так это или иначе, так или иначе. Но Шила Прабхупада сказал так, значит, мы принимаем это так. Это называется откровением, да, основателя Чарьи Искон. Тот, который принес божественное откровение в этот мир, чтобы дать его людям, чтобы помочь людям достичь совершенства. Теперь, замечательно, есть документ по этому поводу, который говорит, что сейчас сделан в нашем обществе, АДЖИБИСИ, управляющий орган Искон, постановил, что каждый преданный должен установить личностные взаимоотношения Шила Прабхупада, имеет полное право на это. То есть, это не так, что если вы ученик ученика ученика Шила Прабхупада, то вы не можете непосредственно установить взаимоотношения Шила Прабхупада. Совсем не так. Каждый может установить взаимоотношения Шила Прабхупада и, более того, даже получить ответ от Шила Прабхупада непосредственно руководству. Из сердца, да. Иногда, да, преданный может читать комментарии Шила Прабхупада. Мы все читаем комментарии Шила Прабхупада, и, ну, ух ты, ах ты. Это прямо про меня написано. Я так удивлялся всегда, знаете, есть такой даже принцип. Если вы что-то делаете, потом просто начните читать Багават-Гитву с комментариями Шила Прабхупада. И через некоторое время вы увидите, как прямо вам тут что-то сказано. У нас сейчас семинар, поэтому многие вещи практичные мы обсуждаем, практические вещи, да. Это не совсем философская лекция. То через некоторое время, если вы читаете, 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 понимаете, вдруг увидите, что, ух ты, а тут про меня прям. Очень интересно. Вот, например, здесь говорится, если человек знает о цели жизни, про меня это рассказывается, но привязан к плодам своего труда, его называют карма-йогой. Я не в акте йога, карма-йога, потому что я знаю цели жизни, но привязан к плодам. Очень хочется плодов. Карма-йог. Карма-мишр-бокта. И так далее. То есть этот момент, он очень-очень такой важный. Постановление ЖВСи говорится, может быть, не сильно, как бы сказать, говорится, расширяется о том, как установить свои взаимоотношения с Шилапрабхупадой. Мы немножко просто можем об этом поговорить. Прежде всего, это комментарии к книгам. Книги Шилапрабхупада являются самым главным, что он дал миру. Это руководство для человечества на 10 тысяч лет. Иногда мы забываем, иногда мы в этом не верим. В Гавдиматхе тоже не видели, что сознание Кришна распространится. И когда один брат в Боге беседовали с Шилапрабхупадой, он спросил, как ты думаешь, это правда, что сознание Кришна распространится по всему миру? Потому что не верилось. То Павхупада сказал, один смиренный слуга нашего духовного учитель сделает это, подразумевая уже, как бы себя, возможно, Шилапрабхупаду. Точно так же Шилапрабхупада сказал, что это будет источником вдохновения на 10 тысяч лет для многих-многих людей. Мы не знаем, как это будет, но факт, что это будет. По крайней мере, огромная прослойка людей, духовно ищущих, думающих людей, будет читать книги Шилапрабхупада. И уже читает, на самом деле, вдохновляется. Поэтому, если мы читаем книги, но не читаем комментарии Шилапрабхупады, мы не получаем очень много милости. Как Шилапрабхупада говорит, просто изучая Писание, человек не сможет обрести понять эти вещи, обрести понимание, обрести вдохновение. В то же время, потому что уже столько изданий Багавадгиты было, даже советских изданий Багавадгиты, при том, что очень довольно-таки таких правильных, да, но эффект ноль, духовного совершенства ноль. Люди не достигают духовного совершенства. Тогда как, если просто по книге почты распространять книги Шилапрабхупада, то увидите, что через некоторое время люди будут писать, а где взять чётки, а как предлагать пищу, а как делать то и это правильно. Откуда они берут вдохновение? Не из правильного перевода Багавадгиты. Как сказал Шилапрабхупада, перевод, допустим, доктора Радхакришнана на 85% или 90% правильный с точки зрения санскрита. Но с точки зрения духа, совершенства, а он вообще никакой, бесполезный, от него пользы никакой нет. Поэтому, если мы читаем, как иногда преданный, кто-то там может издать Багавадгиту, ну что толку от этой Багавадгиты? Их уже столько раз издавали, этих изданий очень много. От него никакого толку. И люди читают эти издания Багавадгиты только потому, что они встретили людей, которые прочитали издания Шилапрабхупада. Лично моя жизнь перевернулась, когда я прочитал книги Багавадгиту. Я помню, я первый раз открыл её и подумал, сейчас стану совершенным йогом с большими мистическими ситхами. И начал читать. Знаете, как это называется? Введение. Я был рождён в отмене вежества. И так далее. Когда же Шиларупа Госвами Праппупада, который начал материальное движение, признанное исполнить волю Господа, читая, не дарует. И потом там гид описывает. Таким образом, читая Багавадгит, мы узнаём, что мироздание во всей своей полноте включает. И так далее. Это было вообще совершенно непереваримым. Для простого человека, который не повторяет мантру, очень трудно, поставил на полку и думаю, хорошая книга, но ничего не понимаю, странно. А потом через полгода или через месяц, наверное, да. Смотрю, тут глава называется. Что-то меня подтолкнуло открыть книгу снова. И тут глава называется «Обзор армий». Думаю, про войну надо почитать. Дритараш трувача. Сказал. Он что-то сказал. Лос-Анджа и так далее. Ну и начинаешь понимать, что кто-то с кем-то сражался и так далее. И пошло-поехало. А потом раз, втягиваешься так, что уже не можешь прочитать. Был один преданный, который настолько втянулся в чтение книг Шиллопада, что он прятал Гиту под подушкой. И когда жена уходила, он говорил, ну всё, дорогая, да. Он там в ночную работал или как-то там работал. Он работал полицейским, по-моему. И когда она уходила, он бежал, открывал, по-моему, Гиту сидел и читал. Где вы найдёте людей, которые читают духовные книги с таким интересом, как книги Шиллопады? И если кто-то не читает книги Шиллопады, какого совершенства он сможет достигнуть? Кроме своих измышлений и так далее, и так далее, и так далее. Все остальные книги, которые есть у нас в ИСКОН, призваны только для того, чтобы направить человека к книгам Шиллопады, притянуть его. Как, например, книга Раданат Махараша «Путешествие домой». Она рассказывает, как он пришёл, чтобы люди могли тоже прийти к Шиллопаде, прийти, открыть эти комментарии, сесть и читать и достичь совершенства. Поэтому чтение комментариев Шиллопады очень важно. Мы можем просто открыть, прочитать текст и потом подумать, как Шиллопад объясняет это. Посмотрим. Например, комментарий. «Наставление, которое Кришна даёт Аджуни в этом стихе имеет большое значение. Для всех людей, занятых мирскими делами». Прямо про нас с вами. Мы с вами заняты мирскими делами. Вот видите, опять про нас. Господь не говорит, Шиллопада объясняет здесь. Господь не говорит, что надо во что бы то ни стало отказаться от своих занятий или обязанностей. Видите, Шиллопада поясняет этот момент. Человек, он может почитать и подумать, что может быть от всего отказаться я должен стать монахом, но Шиллопада сказал, нет, Господь не это имеет в виду здесь. Он имеет в виду другое. А что же он имеет в виду? что человек может продолжать выполнять обязанности, и в то же время он должен думать о Кришне, повторяя мантру Харе Кришне. Он должен исполнять свои обязанности, быть женой, мужем и так далее. Но думать о Кришне. Как? Есть простой мета Шилл, правда, тут же объясняет комментарий. Повторяй Харе Кришне, у тебя все получится. Видите? Другие комментаторы что говорят? Предаться невидимому в Кришне, дорогая, да? То, что люди в принципе не могут делать. Бесполезный комментарий. Здесь все по-другому. Поэтому, теперь еще важнейший принцип, как установить взаимоотношения с Шиллопрападой. Вы можете почувствовать, что Шиллопрапада разговаривает с вами. Это то, что слушать лекции Шиллопрапада. Сейчас все лекции почти переведены на русский, большинство. И если мы будем слушать лекции Шиллопрапада, то дух преданности, дух чистого преданного служения, не смешанный ни с кармой, ни с гьяной, ни с какими-то там еще вещами, которые могут быть смешаны в уме нечистого преданного. Преданный может быть очень искренний и стараться искренне передавать послания. Но в силу своей нечистоты, эта нечистота все равно будет перемешиваться в его, так сказать, вещи. И мы слушаем лекции всех преданных, потому что они передают свой успех, свою преданность, которую они обрели следовавшей Лепрападе. Но все равно очень важно слушать лекции Шиллопрапада, преданного, который полностью предан Кришне, который в экстазе преданности передает послание, важное послание преданности Богу. Понимаете? Поэтому очень важно в день хотя бы одну лекцию Шиллопрапада слушать. Сейчас есть интернет, YouTube, всякие там трекеры, торренты, всякие-всякие штуки. Вы можете всегда закачать и послушать лекцию. Если не знаете английского, есть перевод. Очень классно. Еще есть видео Шиллопрапада. Вы можете посмотреть видео Шиллопрапада. Очень уникальная вещь. Иногда мы не воспринимаем Шиллопрападу так же, как других проповедников. Почему? Шиллопрапада не всегда говорил, развлекая своих слушателей. Он говорил об абсолютной истине, он говорил о важности духовной жизни, он говорил о важности предания Богу. И не развлекал, он не пытался привлечь внимание вот такими вот, там, какими-то там интересными вещами и так далее. Иногда он говорил какие-то вещи интересные, но важные, необходимые понять. Поэтому лекции Шиллопрапада были очень короткими обычно. 30 минут, не больше. 30 минут и так далее. Это не значит, что другие неправильно дают лекции. Это просто значит, что лекции Шиллопрапада могут показаться не такими интересными в начале. Но если слушать их со спокойным умом, если слушать их с открытым сердцем, то вдруг появится некая решимость. Как мне сказала Одна Мата, я так поразился, мне нравились лекции Шиллопрапада, такие пробивные, с 1974 года, с 1972 года. Они такие... Она сказала, а я слушаю лекции, мне очень нравятся с 1966 года, с 1967 года. Такие по часу, когда Шиллопрапада рассказывал, мне очень нравится. Я так посмотрел, думаю, да, интересно. Как-то запомнилось. Сейчас Эта Мата же ушла уже из жизни, во Вриндаване с преданными. Поэтому очень важно слушать лекции, видео Шиллопрапады, аудио Шиллопрапрапады. Иногда хорошо слушать воспоминания преданных, которые непосредственно видели Шиллопрапады. Вы должны помнить, что многие ученики Шиллопрапады вообще не видели его. Или видели просто, знаете, на лекции один раз, посидели и все. В этом отношении мы не очень-то отличаемся, потому что неважно, где вы получили по большому счету посвящение, непосредственно от Шиллопрапады или от его чистого ученика, от его ученика вы получили посвящение. Важно, чей дух вы принимаете, в чем настроение вы повторяете мантру. Мантра-то та же самая, без изменений. Мы получили Харея Кришна, Харея Кришна, 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 Харея Гарея, Харея Рама, Харея Рама, 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 Харея Гарея. А не так, что Харея Кришна, Кришна Кришна, Рама, Рама, Харея Гарея. Это же мы не такую мантру получили. Мы получили полностью мантру. Теперь важно, как ее повторять, а как повторять. Вот надо медитировать на Шиллопрападу. Раньше вашими, я помню, всегда включали запись Шиллопрапада, знаете, ну, кассету. Сядь правильно. Было интересно. И еще важная вещь тоже, что непосредственно устанавливает взаимоотношения Шила Праупада, это следовать садане, который дал Шила Праупада. Той духовной программе, которую он нас научил. Потому что у нас тенденция все менять, все что-то выдумывать, добавлять, убавлять. Мы можем подумать, что это не нужно, а это нужно. Но Шила Праупада дал нам очень важную программу сады на Бхакти. Вставать рано утром, если мы можем. Не у всех получается иногда, но мы должны стараться. Стараться следовать той садане, которую нам дал Шила Праупада. То есть, допустим, петь гурваштаку утром, нарисимху, туласи арати, читать мантру, хотя бы круга четыре в начале, читать бхагаватам с утра. То есть, следовать этой программе. И тогда сознание изменится само. То есть, сознание не сможет держаться на материальном уровне. Потому что могущество этой саданы таково, что она поднимет человека так или иначе на духовный уровень. И что происходит? Что человек падает именно потому, что перестает следовать этой садане. Иногда такое происходит, что просто садана даже становится неинтересной, непротивно следовать. И думаешь, Боже мой, не могу. Но не может следовать всей садане, следует честью саданы. Главное, должны оставаться три вещи. Бхагаватам, Шилапраупада и мантра. Если эти три вещи есть, то все остальное будет. Человек достигнет совершенства. Ну и еще взаимоотношение то, что мы можем использовать Шилапраупаду в личном примере. Жить Шилапраупады. Слава Богу, все преданные оставили много примеров, как Шилапраупада жил, что он делал, как он проповедовал, что он хотел. Теперь это никакой не секрет. И не будет никогда секретом, как Шилапраупада жил, что он хотел, что он делал, куда он ездил. Сейчас восстанавливается буквально по дням вся его жизнь. Поэтому в этом отношении, как я снова повторяюсь, мы являемся все последователями Шилапраупада, все его учениками. Неважно, кто у кого получил какое-то посвящение. И если кто-то думает, считает, что он последователь кого-то другого, то он, по-моему, не в правильном месте находится. Не в том движении. Здесь собрались те, кто следовавший Липаупаде, а не кому-то другому. И если вы будете, знаете, как вы пришли в духовный мир, и все преданы Кришне, а вы преданы кому-то другому, то все с любовью будут к вам относиться, но с непониманием, что происходит. Все Кришне преданы, Кришна, Бог, да. А человек думает, вы уверены? Конечно, уверены. А вы уверены? Да я тоже уверен. В духовном мире все уверены. Точно так же и здесь. Это важный принцип. Ну и сейчас, как видите, преданы делают большие усилия, особенно вот в России преданы делают большие усилия, печатая книги, Липаупады, в отношении греха с Хашрамом, да, допустим, книга была, греха с Хашрамом, прекрасная книга, наставление письма Липаупады. Вот здесь как раз и требуется духовный наставник, потому что многие наставления, которые Липаупады давал, они даны лично в письмах, лично человеку, да. Спасибо. То есть, здесь требуется такой подход людей, понимающих, имеющих духовный опыт и связь с Шилой Павпадой, да, чтобы помочь нам правильно понять, потому что иногда наставление Ачаре может дать одному то, а другому другое. Допустим, один преданный пришел с проблемой в Шиле Павпаде, это описывается, и Шилбрад сказал, ходи на Харинаму. Но он не ходил на Харинаму и потом, ну, упал как бы на некоторое время. Вот. И надо было просто ходить на Харинаму. Проблема была не в джапе, не в книгах, а в том, что он не ходил с преданными на Харинаму, не участвовал в общем преданном служении. Вот. Поэтому очень важно также руководство, непосредственно руководство старших ващнавов, духовного наставника, духовного учителя и, как это называется, куратора, да. Вот. Поэтому, ну, нам сложно изучить все книги, все, как бы, рекомендации Шилу Павпаду, но обычно старшие преданные, они должны изучить, они должны познакомить, если они могут. Вообще, старшие преданные должны знать, есть даже такая книга про упадыша, шамлет, аполоники, старшие ващнавы, кураторы, вообще должны знать наставление Шилу Павпады касаемо греха старшего, касаемо, как зарабатывать деньги, касаемо, как взаимоотношения, идти в взаимоотношения с духовным миром. И если вы приходите к куратору, он должен вам сказать, и Шила Павпаду по этому поводу говорил нам так и так, и так и так, и в Гите говорится так и так, и Шила Павпаду объясняет это так и так, а не вы, не это самое, тыкать там в нос и говорить, мне кажется, что лучше для тебя вот так вот, откуда ему это кажется, непонятно вообще. Он сам еще не решил своих проблем зачастую, ему кажется, что так. Понимаете? То есть смысл, куратор, смысл старших предан, смысл гуру, что он просто объясняет, что Шила Павпаду по этому поводу в этом месте говорит так, или в том месте он говорил так. Вот в чем смысл. И вы не просто как бы спекулируете, а вы реально подходите к этому вещам. Кришна объясняет, и Господь Читания объяснял, это Шила Павпада объяснил нам это так. Вот это принцип парампры, принцип духовного общения. Вот, поэтому, если старший ващнаф не знает этих вещей, то ему очень сложно будет быть куратором, поэтому система кураторства не очень-то и работает, что люди выдумывают что-то, вместо того, чтобы говорить, что говорит по этому поводу Шила Павпада. Это важно. Есть, конечно, вещи, что Шила Павпада не говорит по этому поводу. Например, Шила Павпада не говорил по поводу того, что происходит между сейчас Россией и, так сказать, остальным миром, и Россией, и там Украиной, и так далее. Но во время Шила Павпада что-то был какой-то карибский кризис точно такой же. И мы можем посмотреть, а как Шила Павпада объяснял его, да? Как нам, как вообще ващнаф должен реагировать на проявление таких вот политической непонятной ситуации там. Как предный должен вести себя в таких ситуациях? Что Шила Павпада по этому поводу говорит? Вот это главная задача духовного наставника, духовного лидера. Что как предный последователь Шила Павпада, что мы должны видеть? Как Гавди Ващна, как мы должны на это реагировать? Вот. И самое важное в этом смеси, что Шила Павпада, это он не умер как таковой. Хоть он ушел с планеты, он не перестал, не исчез никуда, и они отчарьи никуда не исчезли. Они так же живут и очень счастливы по сравнению с нами. Они живут в духовных реалиях и очень сильные, могущественные, наполненные духовной энергией. Они так же смотрят на нас, наблюдают за нами. И каждому духовному институту там есть свой эгрегор или как бы сказать преемственность, которая защищает своих последователей. В христианстве есть святые, которые защищают тех, кто там предается на тонком плане, где-то там они сидят и помогают, вдохновляют и так далее. Приходят во снах к преданным, да, и так далее. Как мне один преданный рассказал, он думал, вот Харея, это Радхарани, но должны мы медитировать на Радхарани или нет? Он читал мантры и все думал, правильно, неправильно, правильно, неправильно. И вдруг ему как включили в голове запись такую, голосом Шила Павпады. Кришна, Кришна, Матайорабедам, да, что значит, что энергия Шахти Кришны не отличная от Кришны, поэтому можешь медитировать смело, не будь. Вот. Просто голос Шила Павпада прозвучал у него в голове, не в ушах, а в голове. И возникло стопроцентно уверенность, что да, Харея, это Радхарани, можно медитировать на Радху. Вот. Видите, Шила Павпада никуда не ушел, он также здесь, он присутствует. И это духовный принцип, где двое-трое соберутся, во имя, там и я пребуду с ней, среди них. Поэтому даже сейчас Шила Павпада всегда говорил, что у нас будет свой искон духовной реальности в духовном мире, да, вы придете, там уже преданные ждут. То есть это факт, они никуда не ушли, Бахтитер Томахараш не умер, это мы все думаем, что он умер там, и все, его нету. Все есть, никуда никто не делся вообще. Шила Павпада особенно никуда не делся. Было бы странно, если Шила Павпада, как есть такая, знаете, поговорка, ну, шутка, там Иисус Христос разговаривает и ну, говорит, да я там был на земле, да, там кружок с рыбаками завел, а они все еще говорят об этом. Вот, рыбацкий кружок у нас был. Такое, это не так, на самом деле, Шила Павпада никогда не оставит свой искон, своих последователей и так далее. Всегда будет беспокоиться о них, думать о них. Это не так, что они оставляют, не так, что Шила Павпада нет. Шила Павпада есть и преданные сейчас могут обрести милость и на самом деле обретают милость и полномочия от Шила Павпада. До сих пор обретают силу. Как только преданный начинает думать о Шила Павпаде, то он сразу же начнет обретать силу, духовную силу, духовную решимость. Это поразительная вещь, что когда он не думает о Шила Павпаде, сила и решимость уходят. Но когда он начинает медитировать на Шила Павпаде, сила и решимость приходят. Можно говорить, что угодно, но это факт, духовный факт. Меня вчера спросила Маттажа одна, откуда взять решимость? Откуда еще можно взять решимость? Вот надо медитировать на Шилу Проваду, и будет решимость. Или что можно сказать? Что не надо, что ли, медитировать на Шилу Проваду? Но вся практика Искон построена на том, что на него и надо медитировать. Мы читаем его комментарии, поклоняемся ему, слушаем его лекции, записываем на Шилу Проваду. Это поразительная вещь. Ученики вообще говорят, что я всегда поражался. Почему? Шилу Проваду еще в 66-м году, когда начал проповедовать в Нью-Йорке, в этом маленьком ресторане, в магазинчике, он настаивал, чтобы его лекции записывались. И если пленка кончалась, бобинная, знаете, он останавливался, пока не заправит пленку, и продолжал лекцию. Он настаивал, чтобы его лекции записывались. Это поразительная вещь. И потом мы думаем, Павхупада Провидец, он Риши, он Провидец, он видит будущее, прошлое. Ему были открыты судьбы всех людей, которые перед ним приходили. Все преданные говорят об этом. Павхупада смотрел и видел вас насквозь. Все ваши желания, грехи, благодетели и так далее. Поэтому, вот так вот, медитируя на Шилу Павхупаду, человек достигнет совершенства. Это факт. Это очень удивительно. Я знаю, я правда не был понятен эту историю, там одна матра же рассказала, там было муртиш в выпадах где-то на шкафу, и потом там какая-то бабушка сказала, он разговаривает со мной. Я в шоке. Был такой случай один в России. Вот, и в чем выражается, что, да, преданный получит такую же решимость предаваться Кришне. Он получит решимость, глубокое понимание, которое не будет быстро исчезать, потому что, если мы послушаем хорошую, такую вдохновляющую лекцию, она тоже вдохновит нас. И вот это вдохновение продлится, а потом так и исчезнет. То есть, мы когда слушаем лекции, они очень важны, они как бы поднимают нас, но главное оставаться на этом уровне. А вот оставание на этом уровне и происходит тогда, когда мы начинаем медитировать на основателя Ачарьевского. И потихонечку мы начнем понимать, как Равиндра Сварупа Прабу он сейчас составил эту книгу. И он сказал, поразительная вещь. И когда начал думать об этой книге, начал писать вот ее, он говорит, я стал глубже понимать Шила Прабхупаду. И я надеюсь, что те, кто прочитает, тоже поймут Шила Прабхупаду. Это очень удивительная книга, очень уникальная. Она на английском. Я не могу точно сказать. Равиндра Сварупа Прабу сейчас вот ее составил. Она официально представлена GBC Равиндра Сварупа Дас. Не Равинда, просто Равиндра Сварупа. Ученик Шила Прабхупада. Вот. И в течение жизни преданные должны четко понять Сидханту, который давал Шила Прабхупада, воспитать ее, реализовать ее в этой жизни. Потому что Шила Прабхупада уникальная личность. Он очень сильно, то, что он давал, сильно в дух его, сильно отличался от многих членов Гауди Мат и других ваишнавских традиций, религиозных традиций Запада. Именно это уникальная вещь. То есть тот, кто последует за Шила Прабхупадой, тоже будет очень сильно отличаться от традиционной религиозной жизни планеты. То есть если вы увидите последователь, истинного последователя, ученика Шила Прабхупада, вы увидите, что он очень сильно отличается. Это свияющая личность, повторяющаяся святыми на Бога, танцующая в экстазе и так далее, и так далее. Истинный последователь Шила Прабхупада должен прийти к такому же моменту, как и Шила Прабхупада, чтобы сидеть и испытывать глубочайшие эмоции преданности Богу. Экстаз, любви к Богу. Это то, к чему должен прийти тот, кто следует на Шиле Прабхупаде. Потому что, как сказал Шила Прабхупада, пишет здесь в комментарии, что человек может принять своего духовного, как учителя, преданного в первой или второй категории, канишдха от икарии, или мадьяма от икарии, но он под их несовершенным руководством он не сможет достичь совершенства. В общем смысл? Что инициация, это та же самая. Руководство важно. В общем смысл? Конечно, он не сможет поднять человека на уровень чистой преданности Богу. Вот почему важно медитаться на основателе Ачарии, как и в Мадова Сампродае, медитирует на Мадову Ачарию, или в Романуджи Сампродае медитирует на Романуджи Ачарию, потому что их пример чистой преданности уникален. И обычно это люди, личности, не люди даже, личности, которые пришли с духовных измерений. Их преданность имеет корни в духовном мире. Она не смешана с гунами материальной природы. Они уникальны. Они приходят и они основывают вот эти институты, направления. И когда они приходят, в отличие от многих обусловленных душ, которые приходят, рождаются здесь по карме и пытаются выйти, вылезти из законов кармы, освободиться, эти личности просто играют какую-то роль. И потом, как только время приходит, они сразу восстанавливают свое духовное состояние. Они как бы не погружаются. И они приходят и они меняют судьбы тысячи, миллионов людей, иногда целых планет, целых цивилизаций, стран, государства меняются. Как Христос пришел, и там поменялись государства. В Европе там начали возникновать всякие там крестоносцы и так далее, целое государство. Точно так же, когда пришел Мухаммед, там стали возникать имамы всякие, потом халифаты возникали, стали возникать исламские халифаты и так далее, и так далее, и так далее. И правители уже объявляли себя духовными лидерами, как, например, Сулейман Великолепный, основатель, тот, кто укрепил Османскую империю, он потом принял звание халифа, что значит, гуру всея Османской империи, духовный наставник. То есть, он принял эту роль, потому что настолько это было почетно быть духовным наставником, возглавлять духовную организацию, быть представителем духовной линии пророка, что вот он стал халифом. Точно так же, вполне возможно, что потом кто-то скажет, да, мы по рампу решили в Рупаде, мы правим этой страны согласно наставлениям Шилы Рупада. То есть, Шилы Рупада не просто уникальная так простая личность, которая просто пытается передать свой опыт. Нет, он пришел, и даже когда он родился, уже было предсказано, что он откроет храмы. Как только его духовный учитель увидел Шилы Рупада, он сразу сказал, «Почему не проповедуешь на английском?» Примерно так. Шилы Рупада сказал, когда жаловались, что Шилы Рупада не так сильно участвует в жизни Гаудемат, Бахстана Сарасвати сказал, «Придет время, он все сам сделает». Да, что это все было. И потом, видите, Бахстана Сарасвати написал, что если ты будешь проповедовать на английском, это принесет блага тебе и твоим последователям. И Шилы Рупада пытался, и не было последователей. Он пытался в Джанси, он ездил в деревню, ничего не получалось. Он поехал туда-сюда, ничего не получилось. Приехал во Вриндава, на копейке жил. Ничего не получалось. Потом, вдохновленный, он начал издавать Шимар Багватам. И вдруг произошла необычная вещь. Пришла группа Гаусвами, прямо так. Пришел Бахстана Сарасвати, они его благословили, сказали, «Делай, все получится». И Шилы Рупада издал Багватам, издал таким образом, что даже американское посольство сказало, «Мы закажем все ваши остальные тома Багватам у вас, уникальные». Это издание уникальное, никто никогда так не делал. То, что сделал Шилы Рупада, посмотрите. Перевод каждого стиха, как его произносить, перевод каждого слова, перевод такой, и комментарий, объяснение подробное с точки зрения традиции Бахти. Уникально. Таких книг вообще в мире никто никогда не делал, и неизвестно, будет ли делать в принципе. За 12 лет человек издал такие труды, которые люди там всю жизнь пытаются издавать. Шилы Рупада сделал уникальный, это подвиг. И потом Шилы Рупада поехал в Америку, и ничего не получалось. Целый год. Пытался, пытался, очень было трудно. Потом вдруг раз он увидел в каких-то юношей, что у них появилась преданность. Шилы Рупада не пытался сделать последователей, как у нас сейчас говорят, учеников набрать последователей. Он просто говорил, говорил, говорил истину, и пытался посмотреть, ну когда же люди смогут следовать этой истине, смогут следовать этой практике. Возникнет ли кто-либо в Западном мире, кто сможет следовать принципам вайшнавской преданности, принципам любви к Богу? Сможет ли кто-нибудь оставить все и поставить свою жизнь, основанную на принципах любви к Богу? И никто, никто, никто. И вдруг он увидел, что, о, этот человек заинтересовался, он вроде хочет попробовать. Этот человек заинтересовался, ему тоже понравилось послание. Послание Шилы Рупада, послание чистой преданности. Шудо Бхакти. Несмешанно ни с кармой, ни с гьяной, ни йогой. Он спрос сказал, предавайте всей Гришне полностью. Как один предный, по-моему, этот Хай Грива, да, шел, шел, и он наступил на бумажку. Пытался ее скинуть, но она не снимала, потом снял с ботинка, смотрит, там приглашение, приглашение на лекцию, понедельник, вторник, да, или как-то там, приглашаем вас на лекцию по Бхагавадгите, дает в Активиданта с вами. И он говорит, я давно искал гуру, а тут вдруг в Америке появился гуру. Ну, было тоже необычно. И обычно все гуру, они были где-то, знаете, таким в эстаблишменте, ну, скажем, там где-нибудь, на Петроградке, ну, не на Петроградке, в таких дорогих местах, на Рублевке, да, Крестовский остров за большими заборами гуру были. А тут гуру сидит где-то там, знаете, вот на первом этаже, вот, и он очень обрадовался, он пришел, это тоже было. Глава всех хиппи тогда, вот того движения, он сказал, что это уникально, что Шелопрадо вообще поселился среди хиппи. Это было удивительно, необычно, что Кришна ему туда вот прямо. Вот. Шелопрадо поразительная вещь, что прежде чем достичь такого успеха, он даже то место, где он жил, ему пришлось оставить. Он просто вышел на улицу, даже без чемодана, просто с жапой в руках, и все. Вообще без всего. Ну, может, там документы какие-то были, я не знаю, это были они или нет. В том месте, где он жил, на каком-то чердаке, как это сейчас называют место, мансарда. Красивое название для чердака. Он жил на мансарде с каким-то потом обезумевшим человеком, и он вышел, и вот после этого, когда в самой вообще полностью человек, Шелопрадо оказался в чужой стране, без денег, и вообще на улице, и после этого все расцвело. Как Кришна делает. Удивительным образом. Надеюсь, что нам не придется проходить через то, что Шелопрадо приходило, но мы всегда можем помнить его пример для нас. Что Шелопрадо сделал, чтобы распространить это послание чистой предности Шуда Бахти по всему миру. Ведь тот, кто встанет на путь чистой предности и пройдет до конца, достигнет высочайшего духовного совершенства за одну жизнь. И даже если это будет не одна жизнь, это уже не важно. Какая разница, прожить три жизни по 40 лет или одну 120? Важно, чтобы через 120 лет ты вернулся домой обратно к Богу. Значит, этот момент. Да, интересный еще момент касаемо Шелопрадо, то, что он не был сектантски настроен. То, что он учил людей науки чистой предности, а не своей религии. Это тоже момент интересный такой. Но это такая вещь. Вот. Об этом мы сказали. И последняя вещь. Медитация на Шелопрадо не подразумевает, что мы отвергаем нашего духовного наставника, нашего духовного учителя. Мы получаем посвящение в парампоре, в преемственности. Духовные учителя передают это понимание, стараются передавать понимание как можно чище, они передают эту мантру, они несут это послание Шелопрадо, это Дух Шелопрадо в этом мире. Понимаете? Поэтому мы всегда должны ценить это и принимать их руководство. Стараться принимать их руководство. Если что-то не получается, главный принцип то, что мы принимаем прибежище Шелопрадо. Есть ли какие-то вопросы или дополнения? Как научиться уверенно прославлять человеку падают подвижных масштабов? Саду Санга Баджина Крия то есть в общении с преданными вы почувствуете ваше сердце очистится и вы увидите славу Шелопрадо. Вы сможете уверенно прославлять. Потому что уверенно значит, что у вас есть вера и уверенность в этом. Если у вас нет еще крепкой веры, значит у вас не хватает знания и понимания. Для этого существуют книги Шелопрадо. Нужно обязательно читать их, понять их, разобраться, попытаться понять. Ибо тот, кто стремится к духовному совершенствованию, тому, кто идет с протянутой рукой никогда камень не положит, говорил Иисус. Точно так же, если вы стремитесь что-то понять, Бог обязательно ответит на ваши молитвы и пошлет вам духовных наставников, хороших преданных в общении, которые помогут понять эти вещи. Тогда появится уверенность. Когда ваш духовный учитель скажет, делай то, основываясь на наставлениях Шелопрадо, и вы станете делать, вы увидите, что это точно так. Как, например, Шелопрадо говорит, предлагайте Прасад Кришне. Гуру учит нас, как предлагать Прасад Кришне или старшие предные. И когда мы предлагаем Прасад Кришне, Кришна принимает, мы чувствуем, это Прасад. Реально. Если даже у нас возникает сомнение, придет какой-нибудь левый человек и скажет, ух ты, у вас рис, не рис, овощи, не овощи, что вы туда гладете? Такое бывает, правильно? И тогда уж вы точно подумаете, ну точно Кришна принял мой Прасад. Потому что может возникнуть сомнение, а Кришна вообще принимает или не принимает то, что я подношу? Но когда вы поймете, что Кришна принимает, вы увидите, вера возникнет сильно очень. Поэтому шаг за шагом, шаг за шагом мы будем этому убеждаться. И тогда вы сможете прославлять Шелопраду суверенностью. Там в комментариях сказано, что нельзя слепо верить духовному учителю. То есть как-то надо его проверять. Как мы можем проверять? Здесь имеются немножко другие вещи. Когда духовный учитель говорит что-то, если вы не понимаете, вы должны спросить. потому что есть определенный этикет, ну в Индии допустим. На Западе такой этикет. Ты мой ученик, поэтому никуда от меня. Я не знаю и ты не узнаешь. Христиане говорят, нам это не дано. И вам это соответственно тоже не будет дано. А почему вам это не дано? Почему им не дано? Почему им дано, а нам не дано? Почему Кришна это все знают, а мы ничего не знаем, допустим? Разумный вопрос. Поэтому здесь имеются немножко другие вещи. В Индии есть такая традиция, если вы что-то не знаете и ученик хочет узнать, то вы отправите его к тому, кто знает, ну которому вы доверяете, допустим. Или объяснит вам, как это узнать. Если никто этого не знает, значит, не судьба. Но если гуру говорит что-то и вы не понимаете, то вы должны задать вопрос. И здесь говорится, что нужно задавать разумные вопросы. Допустим, когда Шукадева Госвами говорил о том, что Кришна танцевал с девушками ночью, с чужими женами иногда и так далее, то Шукадева Госвами все-таки не мог принять этот момент. Он сказал, ну как так? Он же воплощение религии, воплощение нравственности. Почему он танцует вообще? Шукадева Госвами объяснил это. Во-первых, все жены принадлежат так Кришне, вся эта его собственность, это просто дано другим попользоваться, а так это все принадлежат Кришне. И то, что делает великий человек, другие не могут делать. Потому что Кришна, ну это такой тонкий момент. Вот. Поэтому нужно спрашивать вопросы, задавать вопросы. А как это? Как это? Как, например, знаменитое видео, где Шиллопада идет и ученик спрашивает, ну вот веды говорят, что есть 8 миллионов 400 тысяч жизней, а вот наши ученые там сегодня не так много нашли. И в Рупаду поворачиваются к нему и говорят, вы говорите об этой планете, но веды говорят, о нескольких, о всем мире, о нескольких планетах. Видите? То есть надо спрашивать эти вещи. Но иногда можно задавать такие вопросы Гуру, что Гуру просто скажет, ну хватит, я этого не знаю. Гуру это не тот, кто знает все. Это тоже надо понять. Гуру знает что-то в совершенстве, да? Но он не может знать все, потому что все знает только Бог. Творение настолько огромное, его принципы настолько уникальны, что Гуру не может знать все. И Бог, говорится, даже себя до конца не знает. его великолепие увеличивается, он все время думает, какой предный смотрит на него, и он думает, ух ты. Он смотрит, как он видит себя в предных, как бы, да, отражения все время. Они новые, новые вещи. вот, поэтому вот это имеется в виду, что нужно задавать разумные вопросы, пытаясь понять то, о чем говорится. И когда человек начинает вести себя таким образом, то на него приходит огромная милость. Как один преданный, когда Шелопрадо приехал в университете, он дал лекцию, один человек, он задавал вопрос, очень разумный, он пытался понять, что имеет в виду Шелопрадо. И Шелопрадо его заметил, и когда он приехал в этот город через год, этот преданный уже был побритый, и так далее, в храме. Это известная история. И Шелопрадо сказал, мне это не очень понравилось, ты задавал такие разумные вопросы. Он увидел духовную искру и стал молиться за этого человека. И этот преданный говорит, что сознание Кришна начало приходить ко мне, просто лезть со всех сторон, книги и так далее. Как я был на одной бхакти-врикше, там девушка одна сказала, она объяснила, как она пыталась, к ней книга пришла, там преданная, еще что-то какое-то просатое. Буквально стучалась к ней в жизнь. Но она все говорила, нет, 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 нет. Потом поехала на дачу и как-то раз, расслабилась, и тут уже ее накрыло сознанием Кришны. Поэтому этот момент важен. Иногда разумные вопросы, наоборот, вдохновляют преданных, глубже понять предмет. Поэтому, когда Шукадеви Госвами задает Махаража Парикшит вопрос, или другие вачнавы, мы видим в Багудане, то они очень прославляют, они говорят, твой вопрос просто уникальный, это прекрасная тема. Ты напомни мне об очень важной вещи, да, и он начинает рассказывать, рассказывать, рассказывать. Не понятно, как Шукадев продолжает устанавливать с нами взаимоотношения. Вот, в моем понимании, Шукадев находится в духовном мире, и там у него своя жизнь, так сказать. А присутствие, пожалуйста? Не совсем так. Хотя Шукадев находится в духовной реальности, он также присутствует в этой реальности, потому что он присутствует, он сказал, я буду присутствовать в своих комментариях, я буду присутствовать в Мурте. Он будет привести. Шилопрада присутствует среди преданных, которые следуют ему. Присутствует на самом деле. Не так, что его тут нету. Он присутствует. Его присутствие чувствуется. Как, например, Шилопрада приводит такой пример, что директор предприятия. Его нету непосредственно на предприятии, но везде чувствуется его присутствие. Это предприятие такого-такого-то. Это Форд. Это мистер Форд, мистер Форд, мистер Форд и так далее. То есть его присутствие все равно везде чувствуется. Хотя он непосредственно не присутствует за каждым станком или у каждого директора. Предприятие может быть просто огромное. В конечном счете его присутствие чувствуется. И поэтому Шиллопрова сказал, пока будут считаться мои комментарии, пока предные будут следовать моим наставлениям, я буду присутствовать. Поэтому, если вы будете следовать наставлениям Шиллопрова, вы почувствуете присутствие у него в своей жизни. Это благословение Шиллопрова. Иисус сказал, где двое и трое соберутся во имя, там и я пребуду среди них. Вот трое христиан соберутся, Иисус почувствует присутствие Христа. А где двое и трое предных из кон соберутся, почувствует присутствие Шиллопрова. Если, да, по-любому почувствовать, потому что это Искон. Понимаешь? Когда есть эта медитация, тогда жизнь становится безоблачной. Никаких сомнений. Вот что значит основатель Ачарьи Искон. И на самом деле сейчас преданные в Исконе, старшие Вайшнавы, GBC и наши, они делают огромные усилия, чтобы привести швы провода обратно в центр. То есть просто бывает такое, что как-то сдвигается что-то по ряду причин. Там туда-сюда, ходит-бродит. Вначале был крен в одну сторону. Искали предаться полностью, кто не предался, он не с нами, против нас. И те, кто не предавались, когда ледокол шел, они так отпадали по дороге. И дошла такая вот, знаете, такая, ну, группа таких вот горстка. Вот. И потом сказали, ой, а мы всех потеряли по дороге. А давайте теперь не будем никому предаваться, давайте просто вот, ну, харибол, цветочки у меня в садочке. Что-то раз, и тут потом пошло непонятно что вообще. Расцвело крупным цветом. Всякие-всякие-всякие вещи. И все вроде правильно все говорится. Но где нету шилы пропады, вдруг ты смотришь-смотришь, а человек Богу-то не предается. Он делает все хорошо, согласно там наставлениям. Все вроде правильно. И гороскоп подсказывает, что вроде верно. Но нету Бога почему-то в гороскопе. Потому что Кришна, Он не принадлежит этому миру. Если вы посмотрите в этом мире, вы не увидите Бога. Даже полубоги своим тонким зрением смотрят на Вселенную. Бога нет. Демоны нападают. А где Бог? Бога нету. Что делать? Они идут на берег Молочного океана, приходят к Брахме. Пожалуйста, помоги Брахму. Говорят, а что я могу сделать? Я Брахман. Они приходят и молятся Вишну. Пожалуйста, приди, приди. Помоги нам. Мы не знаем, что делать. И тебя нету, и вообще-то происходит ничего. И мы не можем с ними ничего сделать. И тогда Кришна говорит, хорошо, я приду. И вот когда Он является в этом мире, вдруг пум, и Он появился. Неоткуда. Появился Кришна. Как Он появился, ведь никто не знает. Даже полубоги не знают, как Он появляется. И Он вдруг появился, и все пришли. И когда Он появился, в Ачриево в Девеке, и все говорится, все полубоги собрались, стали молиться. Спасибо, что Ты пришел. Сейчас все порядок наведется, а то тут вообще творится непонятно что. И таких случаев очень много. И Кришна приходит, Он что-то делает. Иногда полубоги смотрят и думают, ну мы не понимаем, Он очень Бог, не Бог. Кришну Он берет телят за хвост, да? И по навозу там телят бегают. Они там, такой, такие индийские горки, да? Или как-то. Вот. И полубоги смотрят и думают, очень странно. Почему Он так делает? Или, например, когда Кришна, когда была знаменитая Раджасуя, ягья, которого сделал Махараджи Диштира. Кто будет раздавать пожертвования? Карна. Кто будет принимать гостей? Дурьодана. А кто будет омывать стопы? Кришна сказал, я буду. И Кришна, будучи Верховной Божественной Личностью, омывает стопы всем. Почему Он это делает? Мы даже со всей своей святостью не согласимся всем омывать стопы. Правильно? Очень трудно. А Кришна это делал. Поэтому очень трудно понять Верховную Божественную Личность и Его преданных тоже, почему они так поступают. Говорится, что понять, почему Вайшнав так поступает, очень-очень сложно. Потому что причины могут быть вне этого материального мира. Понимаешь? Очень классно. Вопросов больше нет? Шилапрупадаки, Джай, Шикришна, Бхагаванки, Гур Приманандая. У нас гармошка есть? Гармошка есть? Да. Сейчас попоем пять минут, да? Официальная программа закончена. Вот пример человека, изучающего Бхагавадгита. Держи. Вы умеете играть на бреданге, да? Да, гармошку принеси. Я поиграю немножко. Кто играет на кротово? Я поиграл. Официальная программа. Я поиграл. Я поиграл. Я не очень хорошо играю на магетанге, пою, но вы просто будете про Кришну прославлять, я буду вести ваш Киртанава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пасчатья Дешатарине Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Следующий семинар будет завтра Будем говорить о Господочетаниях о праву Его Играх и явлениях Пожалуйста приходите Харе Кришну Спасибо. Спасибо. Спасибо.